Линейно, да? А по смыслу. Вот Бхагава Таркаврича Мала расписал из Бхагава. Уже из 18 тысяч он экстрагировал. Самый главный показал, как это, как солнце, как это дает нам духовное понимание. Вообще другой подход Бхагава. Знаешь, как есть лекарственный чай, а вот есть вещество. И он экстрагировал из этого вещество. Показал, как эти вещества действуют. Но самый важный момент. То, что Бхагава читал, говорит, Харпанди, Маха, Бандит, Маха Прабу. Маха Прабу в обществе троих. Сварук Дамадар, Гаррад Харпандит, Раман Андра, и слушал Бхагава. Иногда подтягивались разные персонажи, Канзинанды Прабу Адвейки. Но в целом, Маха Прабу слушал Бхагава. И мой вопрос такой. Какой ты думаешь Бхагава там слушал Маха Прабу? В смысле, какой из этих троих? Нет, какой Бхагава там слушал Маха Прабу? Маха Прабу рыдал, у него лились слезы. Какой он слушал Бхагава? Прокришну. Там же есть отдельные главы. Какой, да? Десятый, двенадцатый. Да, десятый. Не в этом дело. Все ли, что в Бхагаватам написано, вызывало у Маха Прабу слезы любви? Нет. Нет. Что? Я думаю, что вот где истории связаны с Кришной. Вот Шидхар Махараш, размышляя на эту тему, анализируя Бхагават Арханрича Мала Бхактивинода, понял, что примерно триста шлок. Триста из восемнадцати тысяч. Ну, раз тысяч, Бхагават Арханрич выводил там тысячу полторы, а Шидхар Махараш понял, что из этих тысячи полторы... Бхагават Арханрича Махараш вышел триста. Триста. Вот я. Мы же четко любим цифры, а вот тут Бхагават Арханрича Махараш. В таком виде написал шлоку Нила Амхо Ди Те Те Садак Шипада Бхандава Мшима Бхагава Ти Питая. Тогда Гададхар Пандит к нему пришел. Рагуна Драскасвами? Да? Рагуна Драскасвами? Да? Рагуна Драскасвами? Кумаха Парагу? Я ему сказал Гададхару. Да. А, не Рагуна Драскасвами, Кумаха Драскасвами. Шидхи Ва Сачарья. Была Шамананда, Шиневас и Третья Аратанда. Он сказал ему, ну я пришел в Махапрабу во сне, и он сказал, что я у тебя должен выучить Бхагават. Гададхар показал ему Бхагават, он сказал, мой Бхагават смыт слезами, я не могу его тебе прочитать, иди новую книгу найди, и он отправился в Бенгал переписывать. Бхагават, потому что там были переписчики Бхагават, и Бхагават такая вот охапка пальмовых листьев, 15 килограмм. Ну да. И когда он вернулся, Дадхар Пандит уже оставил этот мир. Но из-за его страстного желания вообще в Шинева Сачарья была такая история, все его гуру умерли перед тем, как он тогда получил посвящение. Он пришел во вреда, вдруг Бхагават уже не было. А от кого он получил? От одного из близких Бхагават. То есть Шинева Сачарья он жил во времена Господа Читани, да? В конце. Он не застал самого Господа Читани, он застал Дадхара Пандита, когда Хара Пандиту было почти 80 лет. И Дадхар Махаправу пришел к нему во сне. Вот и он как бы читал Дадхар Бхагават Махаправу, и этот Бхагават хотел Шилай Гуру Махараш написать. Но ушел из этого мира. Я думаю причины две. Первое, это так слишком сокровенное. Нельзя. Нельзя. Не то, что нельзя, просто кому? Ну да. Для кого это? Это первое. А второе, те, кто в это въезжает, они эти шлоки Бхагават найдут. Но я думаю, что я знаю одного человека, кто это не въедет. Да с вами Махараш. Может быть еще, я не знаю. Из того, кто с кем это рассекался. Поэтому, ребята, сознание Кришны это очень эксклюзивная идея. Я когда в Калифорнии читал лекцию, один старый склонский друг сказал, Махараш, так что вы читаете «Сознание Кришны для взрослых». Я ему сказал, иногда. В целом, сознание Кришны для детей. Иногда для взрослых. Это не то, что я взрослый. Просто я слышал кое-что от тех, кто были чуть-чуть взрослее, чем мы. Они по-взрослым к этому относились. Поэтому детская версия сознания Кришны, она очень проста, понятна. Ешь Прасад, следующее. Он распевает четыре круга мантры. И в воротах Галокия Виндауна перед тобой откроются. Ракетовый взрослый. Папа, поехали в храм. Я говорю, а что будем делать в храм? Кушать Прасад. Я думаю, детям, да, стои в Прасад. И иногда она говорит, петь Махарачеву. Петь, играть. Ну, это храм. Кстати, как Расик. Расик хорошо сейчас. Там у него были немного семейные эти. Даже, короче, Кеш Махарач обрадовался. Думал, все, может созреет. Уже все оставит. Но у него там, вроде бы, опять нормализовал нас. И дальше продолжил. Смотри, звонил, поклонник всем перебомил. Знает, что здесь. Я хотел с ним посоветоваться там по поводу строительных дел. Давайте, когда у вас время, прямо позвоню я. Переговорите. Я хочу сегодня в городе остаться, чтобы завтра с утра пораньше прийти. На программу не поеду в деревню сегодня. Пока вы будете, буду в город. Да, я вот хотел тоже в деревню заехать. Когда мы сегодня на Пандору поедем, во сколько? Так сказать, мы их готовы. Сейчас все готовы. Побраться и ехать. Ну, надо ребятам удивить внимание еще. Да-ка мы тоже поехали. Пока они сюда. Они теперь уже все. Они, как раз, на машине все. Да, мы еще можем, да. Там, это Махарач, единственное, хотел спросить. У нас обычно по воскресеньям 12.45. Скайпкаст с Махарачем Махарачем. Сколько времени? Сейчас. Скоро. Сегодня мы в воскресенье? Да. Через 15 минут обычно. Ну, так давайте скайпкаст. И я потом скажу, махалое. Сейчас соберусь пока. И после каста поедет. Обычно, да, у нас где-то. Сейчас идет. Ну, может быть, сказать ему, говорит, раз у нас. Так а мы можем уже и программу. Не, ну, лучше с ним, можно сказать, поступать поменьше. Как у вас будет, то есть, мне без разницы, как вам удобно. Ну, тогда мы, что сейчас. То есть, подсчинкаete на свои просто поедет. Продолжение следует...